Госавтоинспекция раскрыла статистику смертности в дорожно-транспортных происшествиях с начала 2022 года. А за этот период на дорогах России произошло 53 тысячи аварий с пострадавшими. В ДТП погибло 5 тысяч человек. Чтобы снизить количество аварий, ежегодно вносится изменение правила дорожного движения. Большинство нарушений фиксируются на круговых перекрёстках в разных регионах страны, в том числе и в Ульяновской области. На территории Ульяновской области на перекрёстках дорог с круговым движением произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека были травмированы. В 57 ДТП только транспортные средства получили механические повреждения. В текущем году на перекрёстках дорог с круговым движением произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых никто не пострадал. С 1 марта при въезде на перекрёсток, обозначенный знаком «круговое движение», водитель обязан уступить дорогу автомобилям, которые уже движутся по этому перекрёстку. В ГИБДД уточнили правила действительно, если автолюбитель выезжает не с главной дороги. В противном случае преимущество остаётся за ним. А вот владельцы электросамокатов, моноколёс и гироскутеров потеряли часть своего преимущества на дорогах. Теперь такие устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Их статус был совершенно непонятен. То есть, что это такое? Это спортинвентарь и так далее. Соответственно, люди их покупали, на них ездили, но это правилами никак не регламентировалось. Что порождало, в частности, аварийные ситуации. Я сам неоднократно наблюдал, как иногда ребята на этих гироскутерах, электросамокатах выезжали на середину проезжей части, что вообще-то очень опасно. Может быть, двигались в транспортном потоке, провоцировав аварийные ситуации. Отныне максимальная скорость на электросамокате должна быть не выше 25 км в час. Приоритет на тротуарах остаётся у пешеходов. А для перехода дороги водителям электросамокатов придётся спешиться. Кроме того, изменения коснутся и внешнего вида водительского удостоверения. На его обратной стороне перестанут печатать штрих-код. Предполагалось, что такая система идентификации поможет инспекторам оперативно получать информацию о владельце прав. Однако на практике штрих-кодом практически не пользовались. А вот полюсам ОСАГО пренебрегать не стоит. По данным известий, штраф за его отсутствие в 2023 году может составить 5000 рублей. Напомним, сейчас он всего 800. При этом, по официальным данным, наказывать рублём за нарушение могут не чаще раза в сутки. Если полюс есть, но его забыли дома, сумма штрафа снизится до 500 рублей.